Всем большой привет! Начинаю записывать для вас новый влог. Делаю этого так вот, с бухты-барахты. Не с утра, как обычно, а тогда, когда могу. Сегодня с самого утра ездила по делам. Берс, поздоровайся с моими подписчиками. В общем, я сегодня с утра отвела этого в садик, отвезла маленького к моей маме домой. Так, что потом? Пошла на почту, забрала свою посылку, взяла все свои документы, поехала. Так, свидетельство о рождении я еще на днях сделала, мне потом пришло в госуслугах уведомление о том, что так надо себе это включить. Уведомление о том, что СНИЛС уже готов, поехала в пенсионы, забрала СНИЛС, заодно спросила, что за документы мне нужны. В общем, взяла перечень документов для того, чтобы получать пособие от 3 до... Нет, не от 3 до 7. Так, ну в общем, с рождения до полутора года, вот. Потом поехала в страховой, подала на медполис. Пока что мне дали такую вот бумажку, ну временную. Она действует, кажется, до 30 августа. Ну, в общем, решаю пока свои дела. Мама у меня улетает, получается, 15... Да, 15 июля. Я поэтому, пока она еще дома, в общем, решила оставлять с ней ребенка и решать свои такие дела, которые потом я уже не смогу. В общем, все эти дела я сделала. Потом приехала обратно к маме забрать мальчика. Потом думаю, у меня же нету продуктов дома. Ну, в смысле так, мясо такое есть, но мне нужно было купить огурцы, помидоры. Я говорю, мам, я быстренько еще раз съезжу. Правда, я не на рынок поехала, а там у нее поблизости один оптовик. Я взяла нам с Берси немного овощей и фруктов. Приехала обратно, взяла мальчика. Мама меня проводила, приехала домой, взяла обратно Берсика из садика. В общем, сейчас нужно вот это вот все разобрать. Взяла еще малину, кстати, вот 11 банок. Сейчас буду перетирать с сахаром и замораживаясь. Вот моя малинка к этому часу. Весь день я ее потихонечку так перемешиваю время от времени. Вот до такого состояния она у меня дошла. Это все 10 банок. Тут у меня, кстати, один к одному сахар с малиной. Вот, и сейчас, мне кажется, уже все можно. Малыш, плачет секунду. Итак, это уже дубль два. Перед тем, как брать ее сейчас в морозильник, хочу напоследок ее поесть. Напоследок имеется в виду перед зимой. Если она, конечно, доживет до зимы, мне кажется, мы ее за осень сидим. В общем, сейчас у меня контейнеры моются в посудомойке. Я давно ими не пользовалась, поэтому вместе с остальной посудой решила заодно их тоже помыть. Сейчас будем, в общем, разливать по контейнерам. А я выпью пока этим кременем чай, пока у меня контейнеры моются. В общем, немного себе в пиалу отложу. Вот так вот. Босяк, ты будешь со мной чай? Так, я подготовила себе здесь вот таких вот три контейнера. И также хочу использовать... Сегодня, когда я была у мамы, увидела у нее вот такие вот три... Ни баночки, ни ведерки. Как их назвать? Такие три тарочки из-под кондитерских посыпок. Они вот со своими фишечками. Решила их также взять, попросила ее использовать для варенья под заморозку, одним словом. Мне кажется, так вот порционно взять на один раз тоже удобно будет вообще. Закрываем. Так, ну и все, все, я перевела. Получился вот такой вот один большой контейнер, средний. Такой вот маленький. Ну, два маленьких. И вот такие вот три малышки. И вот это вот я оставила нам на завтра, наверное, завтра с утра приготовлю блинчики. Будет нам немного к блинчикам ловень и сын нужно накрыть пленкой. Так, ну и все, сейчас это все уберу в морозильник. Главное сейчас найти еще место для всего этого, потому что у меня морозильник, знаете, не такой большой. Помыть вот это вот. И все. Сейчас все выключу. Приберусь тут. Нужно поднять еще детей на второй. Детей. Так это странно, кстати, звучит. Привыкла все время берса, берса, берсу повезти, берса привезти, берса купить для берса. Сейчас детям. Для того, чтобы завтра проснуться в хорошем, добром настроении, вот подготовилась. Помыла варочную. А это всегда залог хорошего начала дня. Вот, прибралась, постирала свою тряпочку белизной. Она тоже готова. В общем, все, ребят. Отключаем все. Своих я уже подняла, уложила. Ну что, до завтра. Всем спокойной ночи. Всем пока. Босяк. Верс. Версик. Доброе утро. И совсем доброе, доброе утро. Какое сегодня красивое небо. И погода хорошая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 В этот раз заказала замочками на пододеяльниках два замка и на наволочках. Я боялась, что они быстро испортятся, потому что, когда я раньше как-то брала постельное белье в приданное, после нескольких стирок они у меня перестали работать. Вот с этими замками, как видите, все прекрасно. То есть они никак не распоролись, работают на ура, все хорошо, в общем. В общем, цвет у меня также остался неизменным, цвет у него такой вот нежно-нежно-розовый. Белье не покрылось катышками, хотя с сатином это часто бывает. Вот, цвет остался неизменным, как я и сказала, белье никак не село, его нигде не перекосило, оно нигде не распоролось, то есть строчки, все, все хорошо. Вот видите, вот замочки на пододеяльниках, я их также вам показывала. Вот это вот постельное, которое я сейчас сняла, это тоже сайт «Любимый Василек». Я его брала еще года два назад во Владимире, может, кто его помнит. Все это время я им пользовалась, что во Владимире, что сейчас дома. Просто идеальное качество, это, несмотря на то, что бязь, оно идет на сайте намного дешевле. Посмотрите, мне оно очень нравится по сей день, мое самое любимое постельное. Мне нравится у него и рисунок, и качество, тоже края, видите. Мне очень нравится, ребят. Так что, кто ищет хорошее, качественное белье под доступным ценой, советую присмотреться на этом сайте. Сайт «Любимый Василек». Ссылочка, как обычно, будет в описании. Так, это все на стирку. И сейчас еще нужно в персенной комнате прибраться. Так, у Босяки тоже прибрались. И теперь я хочу вам сделать обзор покупок с сайта «Валберес». Я получила этот заказ еще дня два назад, но у меня не было времени снять. А без вас я не хотела смотреть, распаковывать. Так что, давайте это сделаем вместе. Так, и первое, что нам попадается под руку, это вот такая вот форма для выпечки бисквита. Но я ее купила для того, чтобы формировать салаты. Вот, форма для выпечки у меня есть. Вот так вот она выглядит. Взяла по очень хорошей цене, всего лишь за 211 рублей. У нее вот так вот регулируется диаметр. То есть, для того, чтобы формировать тортик побольше, поменьше. Мне кажется, очень нужная вещь на кухне. Это я поняла, когда пастинера готовила овощной торт. У меня никак не получалось сделать его вот идеально круглым. И тогда вот я, когда задумалась о покупке такой вот штуковины. Как раз ко мне скоро собираются подруги в гости для того, чтобы познакомиться с резким. Буду готовить разные салатики, овощной торт. В общем, вот пригодится этим словом. Так, далее, что я взяла. Это вот такая вот деревянная ложечка. Вот, понравилась она. Мне тоже не помню, за сколько брала. За рублей 100, что ли, 100 с чем-то. Прикольная мне кажется. Так, я ее взяла для того, чтобы... Сейчас, это что за деревянная здесь? У меня написано. Вот, написано. Ну, она чисто деревянная, этим словом. Вот. Подходит под мои бочки, которые у меня на кухне. В общем, я хочу ей убрать соль. Вот. Ну, почему-то я думала, что в комплекте две. По крайней мере, на фотке их было две. Может, просто так. Я не читала описание. Но мне казалось, что их две. У меня просто две баночки там стоят с розовой и белой солью. В общем, можно будет еще одну заказать. Так, дальше. Дальше. А, это я брала топпинг. Вот такой вот молочный шоколад топпинг. Для того, чтобы... Ну, когда, знаете, какие-нибудь блинчики, оладушки, чтобы вот так вот, как приселось вверху, делать поливку. И вкусно, и красиво. Так. И последнее. А, нет, не последнее. Нет, последнее. Я сейчас вам покажу. Это я взяла тоже для выпечки. Миндальные. О, как они запаковали их. Миндальные лепестки. Окей, вот. Миндальные лепестки. Я и раньше брала на Валдерис, потому что в наших магазинах я их почему-то не нахожу. Аж три упаковки. Раз, два. И еще вот третья. Вот последняя еще. Очень красиво смотрится на выпечке, на каких-нибудь пирогах или же шарводке. В общем, мне нравится так вот сверху посыпать и запекать. И последнее, что я взяла, это, помните, я говорила, что я хочу заменить в детской комнате постеры, которые у меня выгорели на солнце. В общем, заказала три постера. Их я также еще не смотрела. Сейчас же можно будет поменять и мне все с вами посмотреть. Что и те постеры я заказывала у одного парня в Инстаграме. Он мне их как бы не напечатал, как сказать, напечатал, нарисовал. В общем, я не знаю, у какого-то типа дизайнера, скажем так. Он меня просто прислал на Майл. Я сама их распечатала в формате А4 и просто так вот вставила в рамки. А вот эти вот я уже готовые заказала на Валдерис. Тоже как хорошо запаковали, для того, чтобы не помялись. Я еще думала, как они собираются их присылать. Вот такая красота. Так, я их лучше сейчас сразу уже дену в рамки и покажу вам. Посмотрите на эти прелестные картинки. На мой взгляд, смотрится очень даже миленько и красиво. Особенно учитывая то, что у нас теперь в комнате здесь живет еще маленький малыш. И под его кроватку, под его подушки, мне кажется, ну, хорошо смотрится. Ой! А еще в эту рамочку я тоже ставила предыдущий вот постер. Вот, кстати, у меня тут был раньше. Я его чуть-чуть вот отрезала. Пока что мне его вешать некуда, поэтому поставим просто вот сюда вот. в общем, как-то так. Девочки, теперь как-то так вот каждый день мы ходим в садик. Сборы, конечно, занимают побольше времени, чем обычно. Пойдем, Герс. Ну, что поделаешь. ой, мы еще двери не открыли. Все, выходим. Добрый день. Здравствуйте. Дома перед Берсом не стала говорить для того, чтобы его не шокировать, не травмировать. На самом деле, отвела Берсика в садик и сами приехали вот в больницу на процедуру обрезания. Кто не знает, у нас вот по исламу мальчикам на седьмой день делают обрезание. Вот. Но у нас уже не седьмой, правда, день. у нас двенадцатая. Ну, как бы... Ну, это вообще по желанию, скажем так, некоторые в три-четыре годика делают. Но мне кажется, когда они маленькие, это менее травматично, скажем так, и морально, и физически. Сейчас у меня вот получается... Так, пришла моя сестра, уже забрала ребенка. В общем, меня попросили здесь подождать. Берсику тоже где-то в два месяца делали обрезание. Очень легко и просто у нас все прошло. В первый день немножко так поныл, и все. Поэтому я решила, пока Эйский тоже такой вот маленький, он у меня сейчас постоянно спит, и я спит, поэтому думаю, лучше не затягивать с этим, сделать и быть спокойным. наконец-то на сегодня ясная солнечная погода. В последние дни что-то шли дожди. Ребят, мы уже дома, хотя мы дома уже часа два, да, почти два часа. Я только вот сажусь завтрак, хотели обедать, но, в общем, завтрака у меня в любом случае не было, вот, поэтому я себе приготовила вот блинчики. Смесь для блинов у меня уже была вчерашняя. Так, и если вам интересно, то ребенок себя чувствует отлично, не переживаем за него. Я знаю, многие уже снутся в комментариях, как это так, новорожденному делать обрезание, но, поверьте, ребят, это у нас проходят абсолютно все, это абсолютно нормально, безопасно, то есть уже завтра от этого не останется и следа, можно сказать. А с завтрашнего дня у нас уже будут ванночки с марганцовкой, что еще, ну и все, в принципе, как бы там обрабатывать еще левомиколем несколько дней, и все, ребят, все заживет, все будет хорошо, да, мукла, не пугайтесь, не переживайте, все под контролем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня вечером придет к нам заловка мы и два диверя Верс, привет! Поэтому идем в магазин, в который, чтобы купить кое-что к чаю. Мы пришли домой и сейчас я вам покажу, что я купила. Наконец-то купила себе смеситель в ванную на первом этаже. Сейчас покажу, что осталось с моим. Сегодня как раз деверь, когда придет, попрошу его заменить. Сейчас открою вам, покажу. У меня там ванную чекресили смеситель, конечно, изначально, но сейчас я вам в общем покажу, объясню, почему пришлось взять новый. В общем, вот такой вот у меня будет новый, обычный такой вот хрон. Я взяла к нам нахожу шланги, потому что те, которые идут в комплекте, деверь сказал, что они не подходят, они как бы короткие. Также взяла вот этих вот два раундапа от сорняков. Взяла вот такой вот меренговый рулет. В поселке также открылась кондитерская. Заодно и попробуем, узнаем, как у них там готовят. В общем, как я и говорила, ждем гостей, деверя, заловку, всех остальных будем пить чай. Вот. Так, кстати, пойдем, покажу. Видите, сам смеситель, конечно, неплохой. Берс, присмотри за мальчиком! То есть, он подходит вот под наше все остальное, вот. Но, но, все равно приходится же его протирать там элементарно. Моешься капельки, не капельки, тем более у нас такая жесткая вода, остается вот этот вот, как бы, камень. И ты, в итоге, пользуешься какими-то средствами по удалению. И в итоге, вот видите, сходит сама краска. Поэтому, я решила взять обычно такой вот хром, мне кажется. У меня вот на втором этаже уже лет 7-8 обычно такой вот хромированный краник. Мы его ни разу не меняем. А вот этот уже во второй или третий раз меняем на такой вот метный. Ну, не медный, а бронзовый. Поэтому, приняла решение купить вот такой вот обычный. Вот этот вот по размеру сюда подходит идеально. Вода не будет брызгать вот назад. Этот слишком короткий еще. Так что, вот сейчас дождемся девяня. Попрошу его поменять. Думала, буду снимать, когда все соберемся, но в итоге вообще я забыла про телефон. Очень круто, классно, весело мы посидели, поели. Приходили они, как я и сказала, навестить этого парня. Заловка еще пораньше ушла, а вот последних вот проводила только что. Вот, детишки, мы, сношеницы мои. Короче, круто очень посидели. Вот такой вот у меня сейчас хаус в доме. Ну, это по-быстрому сейчас приберу. Уберу все в посудомойку. Вот, сейчас посмотрим, что в зале. Дети играли в зале, вот уже вижу, посмотрите, что тут творится. но ничего, побыстрее не приберемся. Это стоило того. Обожаю просто наши посиделки с Аленой, Асей, с Кукой. Это моя заловка и две сношеницы. Пора вам уже с ними знакомиться. Одну зовут Алена, другую Ася. Вот. Так что, когда я буду рассказывать, когда я буду говорить Алена и Ася, то вы знаете, это мои сношеницы. А то я каждый раз говорю сношеницы, сношеницы, такое неудобное, непонятное вообще слово. Кстати, вы не знаете, отчего вот этот вот налет вот здесь вот. Я вроде недавно Тири там промывала. Хотя, даже когда я Тири там промыла посудомойку, этот налет у меня не ушел. Может, его потереть чем-то. Как-то неприятно, некрасиво смотрится. Ладно, я убираю телефон и начинаю прибираться уже один из-то час. Нужно детей тоже укладывать и поднимать. Все, до завтра. Да, к сожалению, не добро. до завтра. Я убираю capeл тот jóк. Если все Дев Li